Один из главных врагов флота Угули. Вор в законе Минаджи Кабульски удивительная закономерность, но многие выходцы из других стран умудряются быстро стать влиятельными криминальными авторитетами, приехавшие в Москву. Причем, некоторые из них приближаются к этому в молодом возрасте. Так случилось и с Эмином Ахмедовым, который отбывая наказание в исправительных колониях России смог добиться неплохой влиятельности и заполучить статус вора в законе. Биография Ахмедов и Эмин Джималаглы появился на свет 1 февраля 1982 года в Аджукабуле. Именно по этой причине позже, когда он уже станет влиятельным вором в законе, за ним будет закреплено прозвище Эмин Аджукабульский. По официальным данным до 2006 года молодой человек вел законопослушный образ жизни и даже никогда не бывал в СИЗО. В январе 2006 года он совершил разбойное нападение с покушением на убийство и сразу же был задержан. Суд по этому делу состоялся в декабре 2007 года, по решению которого выходец из Азербайджана был приговорен к 13-му годам ареста. На свободу он вышел лишь в январе 2019 года. За время отбывания наказаний он сменил несколько исправительных колоний и завоевал практически идеальную репутацию для того, чтобы приблизиться к воровской семье. В феврале 2013 года его короновали, равно через два месяца после того, как был убит дед Хасан. Столкновение с Салифовым в 2013 году главный азербайджанский вор в законе объявил запрет на коронацию. Он сообщил, что теперь в воровскую семью может быть принят только тот человек, который получит согласие от него. Узнав, что через несколько дней после вынесения запрета был коронован Эминаджу Кабульский в тюрьме, Салифов написал Маляву о том, что законником он не является и распространил ее по всем местам лишения свободы. Эмин Ахмедов не планировал расставаться со статусом, желая продолжить отбывать наказание именно вором в законе, поэтому сразу стал искать поддержку на стороне. Он обратился за помощью к Важу Беганишвили, влиятельность которого была не меньше, чем у Салифова, тот оказал ему поддержку и корона была сохранена. Что с ним сейчас в настоящее время Эминаджу Кабульскому 37 лет, и он по-прежнему является вором в законе, который больше никогда ни у кого не вызывал сомнения по поводу своей влиятельности. Несколько месяцев после длительного отбывания срока он находится на свободе и пока не был замечен в правонарушениях. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.